Один миллиард рублей. Эта сумма заложена в бюджете на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития республики на этот год. Более 60% уже освоено. Строится автовокзал в Йошкар-Але, родильный дом в Волжске, ремонтируются дороги и создаются новые рабочие места. Социально-экономическое развитие регионов, входящих в Приволжский округ, стало ключевой темой совещания, которое провели в режиме видеоконференции заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полпред Игорь Комаров. МРИЛ представлял глава республики Александр Евстифеев. Совещание прошло в режиме видеоконференции. МРИЛ с положительной стороны была отмечена в нескольких докладах. В частности, республика в числе лучших по росту доходов. Что касается Приволжского округа в целом, то, по словам полпреда, в регионах дифференцированная структура экономики. И это дает возможность устойчивого развития. В ближайшее время в каждом из них определят пять векторных проектов. Их реализация, по мнению Дмитрия Чернышенко, должна будет оказать наибольшее положительное влияние на социально-экономическое развитие субъектов. Мы действительно скрупулезно следим за каждым пунктом программы. И несмотря на пандемию, мы продолжаем снижать государственный долг, который нам достался в наследство. И это тоже благодаря тому, что для республики есть такая государственная помощь, как индивидуальная программа развития. Первоначально звучало, что эта программа будет десятилетней. У нас есть несколько предложений весьма толковых с нашей точки зрения. И полезных, конечно, для населения республики с точки зрения стать республики самодостаточной. Если эти предложения могут быть востребованы, мы готовы их направить. На социально-экономическое развитие Мариел в рамках реализации индивидуальной программы только в этом году направят более миллиарда рублей. В первую очередь речь идет о развитии транспортной инфраструктуры. Появится новый аэропорт. Вот так он будет выглядеть. Эскиз разработал институт Лен Аэропроект. Если аэровокзал – это тема республиканская, он находится в республиканской собственности, и ресурсы на то, чтобы отстроить новые здания, нашлись в индивидуальной программе социально-экономического развития республики. Взлетно-посадочная полоса – это история другая, потому что она находится в федеральной собственности. Подход комплексный, поэтому новый аэропорт свяжут с новым автовокзалом. Он строится в Ешкарале, в заречной части города. Место для объекта, микрорайон театральный, было выбрано не случайно. В шаговой доступности транспортные развязки и остановки общественного транспорта. Площадка здесь очень солидная, она полностью отвечает тем требованиям, которые нам нужны. Вообще сеть автовокзалов и движение автобусов между столицей и районными центрами, и городами республики – это очень важная для нас тема, особенно имея в виду качество жизни самих жителей республики Мариэлл, и особенно имея в виду развитие туристической инфраструктуры для нашей республики. По индивидуальной программе ведется и строительство родильного дома в Ворске. Здесь работы начались в январе. Объект планируют сдать в августе 2022-го. Сметная стоимость строительства – почти полмиллиарда рублей. А уже в Волжском районе, как и в ряде других, благодаря индивидуальной программе ведутся работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Проводятся работы на шести объектах на общую сумму 111 миллионов рублей. В настоящий момент два объекта введены в эксплуатацию. Это кондиционная насосная станция в городе Звенигово и объект по водоснабжению жилых домов в деревне Малый Ашламаш и Большой Ашламаш. Особое внимание уделяется и сельскому хозяйству. Средства будут вложены в строительство молочных ферм и в развитие птицеводства. Также был создан и региональный фонд развития промышленности, программы которого объединяют крупные предприятия региона. Общая цель – решение проблемных вопросов и повышение уровня жизни населения. На уровне правительства России реализацию индивидуальной программы в Мариел курирует министр строительства. Мы рассчитываем на то, что все то, что здесь запланировано, будет выполнено именно в установленные сроки. И надо сказать о том, что индивидуальная программа развития по инициативе партии «Единая Россия» рассматривается для 10 регионов. Корректировки ее, конечно, каждый регион просит увеличения этих программ. Но в целом сегодня инфраструктурные, бюджетные кредиты, облигации, программа модернизации через средства ФНБ по поручению президента отрабатывается во всех регионах, в том числе и в Марийской Республике. Работа идет и по другим направлениям. Увеличивается объем производства сельскохозяйственной продукции. Больше производится и молока, и яиц, и мясо. Обеспечен и рост жилищного строительства. В перспективе поддержка федерального центра и качественная работа руководства республики станут гарантией воплощения всех планов в жизнь. Продолжение следует...